В последние дни февраля в Москву для участия в соревнованиях на Переста мира и Европы по христею съезжали с спортивной делегацией различных стран. Это хоккеисты Финляндии. Они еще ни разу не выступали в Москве. Впервые примет участие в Переста мира молодая хоккейная команда Германской Демократической Республики. Чехословацкие хоккеисты шесть раз были призерами соревнований на Переста мира и Европы и дважды завоевывали золотые медали чемпионов. Хоккеисты Австрии два раза добивались высокого звания чемпионов Европы. Сборная команда Швеции чемпион мира и Европы 1953 года. Польские хоккеисты тщательно готовились к предстоящим международным соревнованиям. Впервые за последние 20 лет примут участие в соревнованиях за пределами своей страны хоккеисты Японии. Через несколько дней они вместе с другими претендентами названия чемпионов мира встретятся в соревнованиях на этой зеркальной глади ледяного поля дворца спорта. Эти трибуны заполнят тысячи любителей хоккея. Посмотреть эти интересные состязания в Москву приедут туристы из многих стран. Наступил день открытия чемпионата. Соревнования вызвали у москвичей большой интерес. Впервые за всю историю хоккея веренство мира и Европы будет разыграно в Москве. И вот мы с вами во дворце спорта. На льду хоккейного поля выстроились команды-участницы состязания. Во главе каждой команды ее капитан и знаменосец государственным флагом своей страны. С приветствием к спортсменам обратился председатель организационного комитета первенства мира по хоккею Никифоров. Вице-президент Международной лиги хоккея на льду Ахерн пожелал больших успехов всем участникам соревнований. Спортсменам Австрии, Германской демократической республики, Польши, Финляндии, Чехословакии, Швеции, Японии и Советского Союза. Поднимается государственный флаг СССР, страны, где проводятся эти международные соревнования. Чемпионат мира открыт. Юные фигуристки и московские школьницы преподносят капитанам команд букеты живых цветов. Начались спортивные бои. В первой игре жребец сделал команду Швеции, у них на груди эмблема «Три короны» и молодую команду Германской демократической республики. Игру шведских эхистов отличает высокая индивидуальная техника, точность передач, сыгранность команды, большая воля и выдержки. Немцы противопоставили шведам молодой затор и дружную игру. Сейчас атакуют шведы. Первая шайба чемпионата мира. Свою первую игру команда Швеции выиграла со счетом 11-1. Здесь же, во дворце спорта, состоялась и вторая встреча первого дня соревнований. Несколько необычных для московских зрителей традиций японских эхистов начинать игру. У них сильный соперник, команда Советского Союза. Японские спортсмены, они в темный форме, во многом копируют стиль игры канадских эхистов. Они быстры, часто атакуют, даже, пожалуй, излишне увлекаются атаками, иногда забывая об обороне своих ворот. И команда СССР использует этот недостаток и забрасывает шайбу в ворота команды Японии. Эту встречу команда СССР выиграла со счетом 16-0. В этот же день игры чемпионата мира проходили и на стадионе Динамо. Первыми здесь встретились команды Финляндии и Польши. Поляки в более светлой форме. Силы соперников примерно равны, как по опыту международных встреч, так и по их спортивным результатам. Эта встреча носила острый характер. Победу со счетом 5-3 одержали Финляндии. В последнем состоялся в этот день матч между командами Австрии и Чехословакии. Австрийцы не очень успешно выступали на последних международных соревнованиях, зато их соперники Чехословакии одержали немало побед. Сейчас победу первые два очка получила в этот день команда Чехословакии. Она выиграла матч со счетом 9-0. Итак, закончились первые игры чемпионата. День за днем проходили соревнования на московских стадионах. На большой арене центрального стадиона имени Ленина один из решающих матчей чемпионата. Встречаются команды Чехословакии и Швеции. Первые 20 минуты игры окончились в ничью. 0-0. Идет второй период игры. Атакуют Хохеисты Чехословакии. Ворот чведов справа. Они отражают натиск и выгибают шайбу. Свердюхерсон номер с ним быстро проходит вперед. Точный бросок и счет открыт. 1-0 в пользу Швеции. Чехословакие спортсмены прилагают все усилия, чтобы отметать счет. Ведь от результата этой встречи во многом зависит из код борьбы за золотые медали. Но и усилия чехословакской команды безуспешны. За несколько секунд до конца матча шведы забросили в их ворота еще одну шайбу. 2-0. Проиграв эту встречу, чехословакские хохеисты, можно сказать, почти лишили себя шансом на золотые медали. Команда Швеции, наоборот, упрочила свое турнирное положение. В каждый свободный час участники церкви мира знакомились с Москвой, осматривали исторические места и памятники. И, конечно, непременные экскурсии в московский креп. Ну вот, снова десятки тысяч зрителей напряженно следят за игрой. Первый период матча СССР-Чехословакия не принес результат. Атакуют советские спортсмены. Они тюмные с полосами торта. Ну вот, шайбу перехватывают гости. Они устреляются к воротам команды СССР. Но теряют шайбу. Хозяева, коли быстро проют шайбу в зону защиты Чехословакской команды, они упорно штурмуют ворота соперников. Бросают фариевые сбросок. И теперь уже атакуют чехословакские хохеисты. Голубь! Да, это непростительная оплошность вратаря Тучкова. Туристы из Чехословакии радуются успеху своей команды. Счет в их пользу. 1-0. Ответная атака советских хохеистов. Но шайба вновь угостей. Тучков волит ее. Не часто так бывает, что вратарь забирает шайбу позади пустых ворот. Самоотверженно защищается советская команда. Даже ворота не выдерживают такого нацистка. Вот шайбой владел советский защитник Сологубов номер 3. Он делает стремительный рывок. Блестяще обыгрывает вратаря. Шайба в ворота. Счет стал снова равным. 1-1. Так закончился второй период игры. Третий период начался атакой советской команды. Наши хоккеисты действуют более активно. Но что это? Шайба учит словацкого нападающего. Быстрый прорыв. По краю завершая их удачным броском. Покорно номер 6. Увеличил счет. Ведь это почти уже выигрыш гостей. 2-1. Последние 10 минут игры. Советский спортсмен пытается изменить счет. Игра становится острая и напряженной. Опасное положение создается ворот команды Числовакии. Тренеры вводят свежие резервы. Наконец, одна из атак хозяев поле увенчивает с успехом. 2-2. Правда, ничейный результат, конечно, не удовлетворяет ни ту игровую команду. Но что поделаешь, игра окончена. Команда Числовакии потеряла еще одно очко. У советской команды впереди еще ответственная игра со шведом. Остальные команды уже закончили соревнования. В предстоящей игре решится вопрос, кто же будет чемпионом, Швеция или СССР. Шведы имеют 12 очков, советские спортсмены 1. Заглянем сейчас в раздевалку и посмотрим, как спортсмены готовятся к игре. Советские хоккеисты тщательно осматривают свое снаряжение. Это игрок сборной Николай Залагубов. Нападающий Юрий Пантехов и Николай Хлыстов. Вратарь сборной СССР Николай Пучков. Молодежная тройка нападения Локтев, Александров, Черепанов. Последние напутствия тренера. А это комната шведов. Капитан команды Ларс Бьерн, как всегда, невозмутим. В спокойствии и хладнокровии отличительная черта шведской команды. Свен Юханссон. Снаряжение хоккеиста напоминает доспехи средневекового рыцаря. А это защитник Роланд Штольц. Тренер команды. Очень важно отдохнуть до игры. Врач команды уверен, что музыка – лучшее средство для успокоения нервов. А ведь всего лишь через несколько минут нужно будет напрячь все мышцы, собрать волю, добиваясь победы. Вот подняты флаги СССР и Швеции. Команда выходит на лёд. Это чемпион мира Европы, сборная команды Советского Союза. Чемпион мира 1953 года – команда Швеции. Капитана Николай Славуб и Ларс Бьерн обмениваются в Литву. Обратите внимание, сколько десятков тысяч зрителей ожидают начала перешающей игры матча чемпионов. И вот она началась. Это последняя 56-я встреча Перенства мира Европы по хоккею. Команду Швеции устраивает и ничейный результат, ведь у них начало больше. Советским же хоккеистам нужна только победа. Вот хозяева поля устремляется в атаку. Но шайбу перехватывают шведы. Они чётко разыграют комбинацию. Нильс Мильсон забивает шайбу в ворота советской команды. Счёт открыт. 1-0 в пользу шведов. Советские хоккеисты отвечают атакой, но она, к сожалению, без результата. Снова шведы угрожают воротам сборной союза. И Линстром точно посылает шайбу в ворота. Для первоклассных команд это довольно крупный счёт. 2-0 выигрывают шведы. Корреспонденты спешат сообщить своей редакции последнюю новость. Начинается второй период игры. Советские хоккеисты обрушивают на ворота шведской команды целой шквалотан. Шайбу получает Пантехов. Он обводит защитников. Передача Александрову. Бросок. Гол. Отыграна одна шайба. Не прекращаются атаки сборной союза. Что это? Ещё гол. Какой неожиданный. Кинооператоры не успели его даже снять. 2-2. Шведы не могут сбежать напитц советской команды. Ещё один бросок. И ещё один гол. Три-два. Нужно закрепить успех. Защита шведов сломлена. И в их воротах ещё одна шайба. Четвёртая шайба. Счёт становится 4-2. Идёт третий последний период игры. Однако шведы не сложили оружие. Их защитники действуют хладнокровно, расчётливо и точно обороняют свои ворота от атак советской команды. Шайба у шведского игрока. И воротарь Пучков не успевает задержать её. Но счёт 4-3 всё ещё в нашу пользу. Теперь надо во что бы то ни стало увеличить его или удержать. Слышите, зрители требуют шайбу, шайбу. Поковорка уже здесь. Они ждут пятого гола. И вот шайба в воротах шведской команды. Но она заброшена из положения в ней игры. Счёт остаётся прежним. 4-3. Советская команда продолжает атаки. Игра трекует в зону защиты советской команды. Замешательство защитников. Шайба в воротах. Это сделал самый молодой нападающий шведской команды Эйлерт Мейтер. Он сравнивает счёт. 4-4. Шведов это устраивает. Им достаточно ничьей, чтобы стать чемпионами. Последняя перемена ворот. Остаётся 10 минут игры. Но ещё многое может измениться. Шведы отражают атаки. И сами идут к наступлению. Тренер советской команды выводит из игры вратаря, заменяя его шестым игроком. Нужно во что бы то ни стало забить гол. Борьба достигла наивысшего напряжения. Истекают последние секунды игры. Но защитники шведов стойко вороняют свои ворота. И счёт остаётся неизменным. 4-4. Ничья. Но эта ничья принесла победу Швеции. Недавние соперники поздравляют друг друга. Первое место и золотые медали завоевала команда Швеции. Серебряные медали получила команда Советского Союза. Бронзовые — команда Чехословакии. Поднимаются флаги стран, занявших три призовых места в чемпионате. Серебряные кубки чемпиона мира и чемпиона Европы вручаются капитану команды Швеции Ларсу Бьёрну. Чемпионат мира и Европы 1957 года закончен. До новых спортивных встреч, друзья! Столица Норвегии, Осло, в течение 10 дней проходили соревнования на первенство мира Европы по хоккею с шайбой. Спортивные газеты многих стран в эти дни были заполнены отчётами об этом крупном событии. Большое внимание пресса уделяла выступлениям советских хоккеистов, мастерство которых было высоко оценено журналистами. Некоторых игроков сборной команды Советского Союза мы застали на занятиях за разбором одной из игров. Здесь тренер команды Анатолий Тарасов. Капитан команды Сологубов, нападающий Хвыстов, Копылов, Елизаров, Гурышев. Мы попросили Анатолия Тарасова рассказать об играх в Осло. В чемпионате мира в Осло приняли участие команды восьми стран. Это был 24-й чемпионат мира, 36-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой. Что можно сказать о чемпионате? Все игры были очень интересными, захватывающими, а подчас и драматичными. В первых играх мы встретились с командами Норвегии и Финляндии. Игры с норвежцами и с финнами прошли в хорошей спортивной борьбе. Мы ставили себе задачу не только выиграть у противника, но и решить отдельные тактические задачи. Наши хоккеисты справились в этих встречах и добились победы. Но главные трудности были впереди. Предстояло за шесть дней сыграть пять решающих встреч. Нам нужно было встретиться с командами Чехословакии, с хоккеистами Польши, с американцами, со шведами и, наконец, со славной командой Канады, где 103 года тому назад родилась игра смелых, отважных, мужественных спортсменов. Как проходила борьба в чемпионате, в этих встречах, вы сейчас увидите. Серьезным соперником наших хоккеистов оказалась сборная команда Чехословакии, один из претендентов на золотые медали чемпионов мира и Европы. Сейчас справа ворота нашей команды, слева ворота Чехословакии. Атакуют советские хоккеисты. Опасное положение создается у ворота Чехословакии. Трудно сдержать натиск нашей команды. Чашские хоккеисты пытаются вывести шайбу из своей зоны. Но это им не удается. Просок, гол. Новая атака советской команды. На этот раз она отражена. И вот атакуют чехи. Передача понтучику. И тот сравнивает счет, спасая свою команду от поражения за полминуты до конца встречи. Чехи довольны, сделав ничью с такой сильной командой. А советские хоккеисты потеряли в этой игре очень нужное очко. И теперь, чтобы стать чемпионами, мы должны только выиграть. Сильный снег шел в то утро, когда встретились сборные команды СССР и Польши. Обязательно победить! С этим вышли на лед наши хоккеисты. С первых же минут игры польская команда буквально прижата к своим воротам. Гол! Ведут советские спортсмены. И снова инициатива у команды СССР. Комбинация наших хоккеистов и броски по воротам следует непрерывно. Польские защитники и вратарь не могут сдержать натиск. Короткая схватка и шайба опять в сетке ворот польской команды. Встречу с крупным счетом выигрывают хоккеисты СССР. Вечером следующего дня наша команда играла со спортсменами Соединенных Штатов Америки. Они в белой форме. Сейчас американские хоккеисты атакуют наши ворота. Неудачно. Шайбой овладели наши спортсмены. Теперь уже вратарю Рогазио приходится спасать свои ворота. Он очень часто вынужден вступать в игру. Атака советских хоккеистов отбита. Теперь наступают американские спортсмены. Шайбой снова овладели наши спортсмены. Они быстро продвигаются в воротам соперников. Точный бросок. Гол. Сборная команда СССР доминирует на поле. Американские защитники и вратарь действуют с предельным напряжением, но они не в силах сдержать штурм советских хоккеистов. Советская команда добивается победы с хорошим счетом. 4-1. Свою предпоследнюю игру команда СССР провела со сборной в Швеции, чемпионом мира прошлого года. С первых же минут на ледяном поле завязывается упорная борьба. Советские спортсмены энергично атакуют ворота соперников. Шведы особенно цепко играют в защите, часто применяя силовые приемы. Но вывести шайбу из своей зоны им не удается. На поле бесспорное преимущество советских хоккеистов. Шведская защита с трудом сдерживает натиск. Вратарь команды Швеции все время в игре. Бросок нашего нападающего. Волк. Ведет советская команда. Шведы контратакуют. Но наши защитники создают прочный заслон. Шайба снова у наших спортсменов. Точная передача и шайба в сетки ворот. Со счетом 4-3 побеждают советские хоккеисты. И вот наступил день встречи команд СССР и Канады. Канадцы пришли к этой игре, победив всех своих соперников. Наша команда набрала на 1 очко меньше, сыграв ничью с командой Чехословакии. Игра идет в быстром темпе. Обе команды демонстрируют высокое спортивное мастерство и большую волю в победе. Стремительная атака советских хоккеистов и шайба влетает в сетки ворот Канады. Наши спортсмены продолжают атаковать. С полным напряжением играет канадский вратарь Эдвардс. Внезапная атака. И теперь уже Кучкову приходится спасать свои ворота. Игроки Уидби Данлопс бурно нападают. Они стремятся во что бы то ни стало спитать счет. Опасное положение. У ворот сборной СССР и счет становится равным. В третьем периоде наша команда забрасывает еще одну шайбу в ворота Канады. Однако в конце игры канадские хоккеисты еще более усиливают натиск. Их атаки не ослабевают. Снова гол. Команда Уидби Данлопс выигрывает эту решающую встречу чемпионата со счетом 4-2. А вместе с ней кубок и золотые медали чемпионов мира. Советские спортсмены получают серебряные медали за второе место. А также награждаются золотыми медалями и кубком чемпионов Европы. В Праге состоялись финальные игры на первенство мира и первенство Европы по хоккею с шайбой. Спортивный комментатор Николай Озер, который был на этом чемпионате, расскажет о наиболее интересных играх. В горячие дни чемпионата мира остались позади. Это были дни напряженных и трудных спортивных боев. 12 стран прислали свои команды для того, чтобы оспаривать почетные титулы чемпионов Европы и чемпионов мира. После предварительных игр в финальную шестерку вышли команды Канады, Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Чехословакии, Швеции и Финляндии. Несмотря на то, что команда Советского Союза всего лишь пять раз принимает участие в таких ответственных соревнованиях, как чемпионов мира, но уже успел зарекомендовать себя с самой хорошей стороны, дважды заявав золотые медали чемпионов мира. Поэтому вполне понятен интерес встречи с командой Канады. Ведь команда Канады шестнадцать раз завоевывала звание чемпиона мира. На лед выходят советские спортсмены. Впереди Сологубов, Кучков, Грошов, Трегубов, Деконской, Уколов. Под Канаду выступает команда Бельвиль-Макфарла. Канадские хоккеисты играют в светлой форме. Их ворота слева. Сейчас атакуют советские спортсмены. Отразив атаку, канадцы устремляются к нашим воротам. Вы видите, как настойчиво не атакуют. Встреча команд СССР и Канады была одной из самых острых и напряженных. Это был, пожалуй, самый кульминационный матч в состязаниях на первенстве мира. Очень трудно приходится вратарю Кучкова. И вот шайба в воротах нашей команды. Канадцы продолжают штурмовать наши ворота и вновь забивают шайбу. Ответный атака. Бросок Якушева. Гол. Наши отклетали один гол. Но время матча уже наисходе. Важную для себя победу одержали каратские хоккеисты, выиграв у одного из главных соперников. А на следующий день у советской команды был опять очень серьёзный соперник. Команда Чехословакии. Она играет в светлой форме. Уже на первых минутах матча счёт стал 2-0 в пользу команды СССР. Ну вот шайба неожиданно попадает к нападающему сборной команды Чехословакии. Кучков парирует бросок, но Чехословакии и Киевской не прекращают атаковать. Кучков виртуозно защищает ворота своей команды. Кстати, я забегаю вперёд. Напомню, что Николай Кучков был признан жюри лучшим вратарём чемпионата. Но даже и лучшему вратарю трудно сдержать такой нафиг. Шайба в воротах нашей команды. И вот теперь советские спортсмены, овладев шайбой, переходят в атаку. Наши нападающие создают опаснейшее положение ворот команды Чехословакии. Лишь на некоторое время хозяевам поля удаётся перевести игру на половину поля советской команды. Но шайба вновь возвращается к воротам чехословакских спортсменов. Игроки сборной команды СССР полны решимости выиграть эту важную для себя встречу. Шайба в воротах команды Чехословакии. Встреча советских и чехословакских хоккеистов, как и всегда, отличалась захватывающей борьбой до самых последних секунд матча. С большим трудом советским спортсменам удалось одержать победу с минимальным перевесом в одну шайбу. Теперь в турнире без поражений шли только одни канадцы. Правда, у них впереди были опасные соперники хоккеисты Соединённых Штатов Америки и Чехословакии. 35 лет уже встречаются на чемпионатах мира хоккеисты Канады и Соединённых Штатов Америки. И только один раз американцы стали чемпионами. Восемь раз они оттеснялись с канадцами на второе место. Сейчас вновь идёт борьба между старыми соперниками. Канадцы играют в светлой форме. Атакуют американцы. Их атака отражена. Шайба у канадского спортсмена. Точный бросок, и канадцы открывают счёт. Ещё одна атака, и вновь шайба в воротах сборной команды Соединённых Штатов Америки. Победа канадских хоккеистов ничего не изменила в турнирном положении лидирующих команд. Мало кто сомневался и в исходе борьбы команд Финляндии и Советского Союза. Но ведь и победа не даётся сама собой. Её нужно добиться. Советские спортсмены, они играют с белой полосой на плечах. С первых же минут начали штурмовать ворота команды Финляндии. Шайба в ворот. Атаки нашей команды следуют одна за другой. Но вот шайбой овладевают финны и быстро проходят к воротам советской команды. Вратарь Ёркин и защитники отражают надежды. Теперь уже игра идёт вновь в ворот к финской команды. Наши нападающие увеличивают счёт. Встреча советских и финских хоккеистов закончилась со счётом 6-1 в пользу советской команды. Трудный матч предстояло провести спортсменам Чехословакии. Их противник — многократные чемпионы мира — канадцы. Атакуют хозяева поля. Они в более тёмной форме. Безудержный натиск чехословакских хоккеистов пробил защиту канадцев. Вот он гол. Трудно сказать, кто рад больше — игроки или зрители на трибуне. Но сломить сопротивление канадцев не так-то просто. Теперь они атакуют и очень остро. Но что это? Шайба у хозяев поля. И ещё один гол в воротах команды Канады. Сборная Чехословакии ведёт 2-0. Этого мало кто ожидал. Канадские хоккеисты в молниеносной атаке отквитывают одну шайбу. Это сделал Коношер, номер 17. Канадцы решили не упустить победу. Они нападают. У чехословакских спортсменов есть возможность выйти на призовое место в чемпионате. Нужно только победить канадцев с перевесом в две шайбы. Атака продолжается. Гол! Канадцы играют без вратаря. Вместо него лишние нападающие. Это рискованно. И хозяева поля используют момент, забрасывая ещё одну необходимую шайбу. Вот когда самоотверженность побеждает опыт и мастерство. Победила команда Чехословакии. Итак, чемпионат мира и Европы завершён. Кто же стал победителем? По одному поражению имеют только две команды, Советского Союза и Канады. Согласно правилам чемпионата, золотую медаль получает команда, у которой лучшая разница забитых и пропущенных шайб. Канадцы забросили в ворота своих соперников 21 шайбу, пропустили лишь 7. Советские хоккеисты забросили на одну шайбу меньше, но пропустили в свои ворота на 3 шайбы больше. Поэтому канадцам была вручена золотая медаль чемпионов мира. Советские хоккеисты завоевали золотые медали чемпионов Европы и заняли второе место в чемпионате мира. Бронзовые медали первенства мира вручены спортсменам Чехословакии. Бронзовые медали первенства мира вручены спортсменам Чехословакии. Драгулин, вперед Александров, Александр срвется вперед в свою зону. Бросок! Вот он миг победы. В четвертый раз подряд советские хоккеисты стали в любляне чемпионами мира. Но путь к этим минутам ликования был далеко не легким. Начался он с аэропорта Шереметьево, откуда советская сборная стартовала в Югославию. Вспомним те волнующие дни, что тогда предвещали спортивные «Аракулы». Чемпионом мира вновь станет сборная СССР. Смогут ли эти клюшки, похожие на богатырские палицы, добыть золотые медали четвертый раз подряд? Ведь в послевоенные годы это не удавалось ни одной из команд мира. И вот красавица Любляна, столица Словении. За свою восьмивековую историю эти башни и припасные стены славянского города видели не одно рыцарское нашествие. Вновь впервые Любляна гостеприимно распахнула свои врага перед хоккейными рыцарями, съехавшимися на свой всемирный турнир. На 11 мартовских дней эмблема чемпионата стала как бы новым гербом Любляны. Как чуть не сказать, город живет хоккей. Хоккейный шлем даже украсил манекен дамского салона. Нет, это не космонавт, готовящийся к полету. Это наши хоккеисты экипируются для выхода на лед. Доспехи ледовых рыцарей 20 века отличаются от средневековых, пожалуй, только весом. Порядка 10 килограммов весят эти модернизированные латы. Каньки должны быть острыми. Ведь за время чемпионата каждому из советских хоккеистов предстояло преодолеть путь почти в 800 километрах. Это не ритуальное украшение какого-то шамана, а защитная маска вратаря. И мальчик кричит не от страха, а наоборот от восторга. Чемпионат мира под девизом хоккей 66 начался. С первого же дня под сводами зала хала Тиболи, вмещающим 12 тысяч зрителей, бушевали страсти. Первым гимном, прозвучавшим на чемпионате в честь победителя, был гимн Советского Союза. На встречу сборных Советского Союза из Соединенных Штатов Америки прибыл президент Югославии Иосиф Броститон с супругой. Одиннадцать безответных шайб забросили чемпионы мира в ворота заокеанских хоккеистов. Первое огорчение немецкого вратаря Хирхе во встрече с командой Чехословакии, твердо взявшей курс на золотые медали. Первая неудача постигла финнов в матче с канадцами. А вот эта шайба попала в ворота сборной Польши после броска шведского нападающего. Тринадцать шайб пришлось вынуть финскому вратарю за время матча со сборной Советского Союза. Но настоящей сенсацией турнира явилось поражение шведов, экт-чемпионов мира от молодой команды ГДР. Четыре пробоина оставили в борту некогда победоносного шведского хоккейного фрегата, нападающей немецкой командой. Да, журналистам было над чем поломать голову. Устоит ли теперь команда Швеции? Или под грузом потерянных очков уступит свое место в традиционной большой четверке среди сборных Советского Союза Чехословакии и Канады? Лишь Вика Регаси, журналист из Швейцарии, не сомневался в исходе чемпионата. Что бы ни происходило, мне ясно одно. Чемпионом мира станет сборная СССР. С ней-то не произойдет никаких сюрпризов. Но этот эксперт хоккея ошибся. Чемпиона ждали сюрпризов. Пожалуй, самым драматичным поединком в Любляне стала дуэль сборных СССР и Швеции. Скандинавы наши старые соперники. Причем самые неудобные. Сколько ни было чемпионатов, особенно московских, где ничья со шведами лишила нас долота, или стокгольмских, где поражение от шведов едва не стоило нам чемпионского титула, всегда сборная Швеции с удесперенной энергией сражается с советскими фактистами. Вот и этот поединок в Любляне не стал исключением. Уже идет второй период, а счет все еще не открыт. 0-0. С левого ворота шведов они играют в светлой форме. Атакуют советские фактисты Чайбу Бориса Майорова. Ну что, студии фиксируют нарушение правил со стороны Вячеслава Старшинова. Это случилось на 28-й минуте. Да, Старшинова удаляет на 2 минуты. Как говорится, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Сейчас в положении Старшинова не позавидуешь. Что может быть хуже ситуации, когда ты бессилен помочь товарищам, четвером отбивающимся от пятерых шведов? Как долго тянется время. А может быть обойдется? Атакуют шведы шайбу защитника Юхансена. Бросок. Бол. Да, не обошлось. Сейчас, наверное, до сотни всех Старшинов. Ну вот Старшинов вернулся на поле. Шведы отражают атаку чемпионов и вновь устремляются к нашим воротам. Ой-ой-ой, какая досада. Нарс Миндсен забрасывает вторую шайбу. 2-0. Ну вот шайбой овладел Венемин Александров. Ну, бросок. Гол. Срава, срава. Срубки, срава. Срава. А таки чемпионы нарастают. Шайбу Старшинова. Еще гол. А два. Ну, теперь кажется легче. Игра начинается как бы сначала. А страсти болельщиков наколены до предела. Начинается третий заключительный период. Теперь ворота шведов справа. Инициатива у наших. Какая острая атака. А вот все нет и нет. Шайба упорно не хочет идти в шведские ворота. Контракокуют шведы. Александр Рагулин борется за шайбу с Ларсом Нильсеном. Следует по Стернеру. Бросок. Гол. Да. Уль Стернер снова выводит сборную Швеции вперед. Этот глудный син шведского хоккея целый год играл в профессиональной канадской команде. И вот вернувшись на родину, вновь выступает в составе трех корон. Угроза поражения мобилизовала чемпионов мира. Опасно бросает Якушев, но Хонквист отражает шайбу. Снова атакуют шведы. Однако Кузькин ликвидирует опасный момент. Предошла последняя смена ворот. Теперь наши ворота справа. Неужели не удастся сравнять счет? Бросок. Нет. Опять мимо. Еще атака. Шайбу Фирсова. Гол. Анатолий сравнял счет. Три-три. Этот результат продержался до конца матча. Теперь борьба за медали обострилась. Чемпион мира потерял очень важное очко. На льду сменяли друг друга команды, а на трибунах болельщики. Едва утих русский хор, как взял самую верхнюю ноту, канадский. Гол. 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 А поддержка земляков была очень нужна канадцам в их матче со сборной Чехословакии. Сейчас счет 1-0 в пользу чехословаков. Они в темной форме. Канадцы стремятся во что бы то ни стало сравнять счет. Для них идет поединок принципиален. Год назад в Тампере сборная Чехословакии разгромила канадца с сухим счетом 8-0. Теперь родоначальники хоккея жаждали реванши. Кроме того, победа дает команде Канады шансы на золотые медали. Третий заключительный период. По-прежнему в передачах Словакии. Шайбу Фолклера, передача Бурбанэ. Гол. Обратите внимание на игрока под номером 6, поднявшего в восторге клюшку. Это защитник Гарри Бэк. Личейный счет обострил грунт. Да, своеобразное применение нашел в своей клюшке канадец Бэк. И он еще удивляется. Судьи назначают Грубьяну двухминутный сеанс успокоения. Остается играть 10 минут. Происходит смена ворот. Слева Мартин. Справа Цурилла. А счет все еще один-один. Обе команды рвутся вперед. Ничья не устраивает никого из соперников. Каждому нужна только победа. Атакуют канадцы. Опасный момент у ворот Зуриллы. Кул. Нет. Судьи не засчитывают шайбу. В последний момент чехсловацкий воротарь накрыл ее рукавицей на линии ворот. Ну вот, настал черед волноваться Мартином. Но он, как всегда, на чеку. Истекают последние секунды матча. И, видимо, будет ничья. Атакует Прыл. Шайба. Воротарь. Два-один. Согласитесь, небезопасно быть автором решающего гола. Вот так выглядит отчаяние. Ведь это случилось за 28 секунд до конца встречи. Николай Нечех и Словаков понятны. Этот оркестр славит непобедителей. Ни едином хоккеем жила все дни Любляна. В Любляне существует необычная традиция, подтверждающая смысл названия столицы Словении как города влюбленных. Каждый год, в день 8 марта, в Любляне сочетается браком две пары. Одна местная, а другая иностранная. На этот раз новобрачные были приглашены из Швеции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok